Привет дорогие друзья, меня зовут Павел и я куратор в проекте Ивана Никитина. Сегодня мы узнаем как использовать HDR карты вместе с Вераевским Солнцем. Если у вас появятся какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях к этому видео, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления. Давайте приступим. Вот помним с прошлого урока нашу сцену, достаточно простой домик с большим количеством остеклений мы настроили здесь вот такую вот HDR карту. Прежде всего я предлагаю для большей гибкости привязать угол поворота нашей карты к нашему дом-источнику. Это нам позволит в будущем более гибко настраивать нашу сцену. Что нам для этого нужно сделать? Для этого выбираем наш дом-лайт, нажимаем на правую кнопку и выбираем Wire Parameters. Здесь выбираем то, что мы будем делать с источником. Соответственно это будет Transform, Rotation, Z-Rotation, то есть вращать его круг CZ. Далее у нас появляется такая пунктирная линия, и нам нужно еще раз нажать на сам источник. И уже здесь выбрать то, на что это будет влиять. То есть Object Very Light, далее Texture. И здесь выбираем Horizontal Rotation, то есть гринотальное вращение. Появляется вот такое окошко. Здесь мы можем ставить зависимость данных параметров. Нам нужна односторонняя зависимость. То есть когда мы вращаем наш V-Ray дом, вращается карта. Когда вращаем карту в настройках текстуры, то наш источник не вращается. И здесь нужно поставить минус, для того, чтобы вращение было адекватным. По какой-то причине разработчики сделали так. Нажимаем Connect. Видим сейчас сразу, наша HDR-карта привязалась к DOM Light. И можем это окошко закрыть и проверить, как это работает. Я включаю поворот и видите, вращаю DOM Light. И точно так же вращается наша карта. Все, думаю, просто и понятно. Дальше камеру все же привязать наше солнце. Прежде всего нам нужно установить солнце в нужное положение. Поэтому я воспользуюсь таким хитрым приемом. Я создам камеру, предположим, это будет Physical Camera. И войду в мод изоляции, оставлю только ее. Нам нужно сейчас приблизительно сделать таким образом. Поставить вид, чтобы центр камеры смотрел на солнце в HDR-карте. Давайте выберем здесь таргет. Вот здесь он появился в окне перспективы. И так, нам нужно выбрать только таргет. И настраиваем максимально точно так, чтобы таргет смотрел на солнце. Думаю, что приблизительно вот так. Вот таким образом. Все. Теперь у нас точно есть направление солнца. Помним, что камера должна оставаться на земле, чтобы все работало правильно. Выходим из мода изоляции. Берем наше солнце. Для большего удобства можем опять выбрать камеру и войти в мод изоляции. И нам нужно солнце выровнять по тем координатам, по которым стоит таргет камеры и сама камера. Только здесь мы, соответственно, будем наоборот привязывать. Таргет солнца мы привяжем к камере. Я нажимаю горячую клавишу Alt-A и выравниваю таргет камеры по центру камеры. Нажимаю ОК. И точно так же поступаю с солнцем, но относительно таргета. Так. Опять же нажимаю ОК. Видим, что солнце стало точно по направлению солнца на HDR-карте. Сейчас уже все будет хорошо. Эту камеру можем теперь удалить. И в данном положении солнце будет светить точно из той же позиции, что и солнце на нашей карте. Можем сразу его включить. Так. Теперь нам нужно сделать так, чтобы при вращении нашего Dome Light солнце тоже не теряло, чтобы не приходилось постоянно его подстраивать. Для этого мы устанавливаем приблизительно в центр прямой между таргетом солнца и солнцем наш Dome Light. Дальше выбираем таргет. Выбираем солнце таргета и делаем привязку. Для этого нажимаем Select and Link. И тянем от солнца к нашему Dome Light. Все. Мы привязали. Давайте проверим, как это работает. Видите, я вращаю купол. Вместе с ним вращается наше солнце. Давайте посмотрим, работает ли это с HDR картой. То есть вот повернули в Dome и видим, что солнце все еще находится в нужном положении. То есть теперь мы можем смело вращать Dome Light. Вместе с ним будет вращаться наше солнце и карта. И выбирать нужное положение солнца для наших ракурсов. Помним, после настройки HDR карты выключать ее в слоте Environment. Она нам здесь не нужна, так как освещение дает Dome Light. И теперь, имея у нас включенное солнце, то мы можем более гибко настраивать светотень в нашем интерьере. Давайте я немножко поверну, чтобы приблизительно таким образом падали тени. Посмотрим, что получается у нас сейчас. Ну что ж, вот такой результат у нас получился. Давайте сохраним в истории. И можем сравнить с последним вариантом, который освещался только при помощи HDR карты. Видим, что свет не такой яркий, не такой выраженный. Тени менее четкие. То есть с солнцем более точно виден рисунок теневой. И значительно ярче свет. То есть картинка получается более интересная, более контрастная. Дальше можете импровизировать с настройками солнца. Менять его размер. Может быть, чтобы тени были более четкие или наоборот более размывчатые. Также менять интенсивность. В общем, проводить все необходимые вам настройки. И при этом не стесняться менять положение самого солнца, чтобы для разных камер находить более удачные свето-теневые рисунки. Что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, урок понравился вам. Если так, обязательно ставьте лайки. А также делитесь с друзьями. Возможно, тоже для кого-то он окажется полезным.